Всем привет, с вами Карина! Несколько лет назад интернет заполонили сообщения об исполнении пророчества, победе над лжепророком, падших потомках, славе великой спирали, окончании борьбы анархии и демократии. Многие подумали, что это празднование какого-то культа или просто необычное политическое событие. А суть в том, что анонимный программист дал зрителям возможность самим полностью управлять игровым процессом Pokemon Red, запущенный через эмулятор геймбоя. То есть могли вводить в чат команды, например, вверх, вниз, влево и так далее. И фишка в том, что такое управление было доступно каждому зрителю стрима на Twitch. Но с правилом. Одно сообщение, одна команда. Начало этого длинного путешествия частично покрыто мраком неизвестности. Ведь тогда зрителей было несколько сотен. Но уже тогда они могли почувствовать все неудобства управления. Когда сотни людей почти без какой-либо координации пытаются управлять одним персонажем. С переменным успехом игроки продвигались вперед по миру, наловив себе новых покемонов и ускорив эволюцию старым. И как ни странно, игра была пройдена. Но это ушло 16 суток, 7 часов, 45 минут и 30 секунд. Хотя казалось, что путь до завершения игры продлится годы. И вот так Pokemon Red попала в Книгу рекордов Гиннесса как Синглплеерная игра с самым большим числом игроков онлайн. Играя Gundжман. Продолжение следует...